Девушки отдыхают Спасибо. Держи. Ну и где твой Игорек? Опять опаздывает? Сейчас приедет. Ну да. Когда родители известные врачи, учиться не обязательно. Ну, не правда. Игоревич талантливый. А еще богатый и красивый. Вот только замуж не зовет. И с родителями не знакомы. Ой, Лиль, главное любят. Ну да, ну да. Привет. Ну что, побежали? Опоздаем на психиатрию, отрабатывать придется? Выйдите я сейчас. О, смотрите. Все, у нас сегодня занятия закончили. В смысле? Привет. Вот свой юбилей, едем к нам. Твои родители хотят со мной познакомиться? А я одета совсем не праздничная. Да перестань, ты прекрасно выглядишь. Да у меня даже подарка нет. Нет. Пожалуйста, заедем в общагу. Пожалуйста, только быстро. Ладно. Так, а ну-ка, стой. Ставись, полчетверти. Волосы поправь. Сейчас. Отлично. Так, так, так. Черт, что же? Коль, ну что у тебя за прошлый век? Так, ты что, это полароид, в середине 70-х, вчера купил. А, есть. Так. Так, пошли. Лубочка. Заходи. Давай, раздевайся. Ой. Александра Николаевна, здравствуйте, я Маша. Мне очень приятно, что вы меня пригласили, мне Игорь, я вам столько рассказывал. Во-первых, я Александра Никитична. О, мамочки, простите, пожалуйста. Во-вторых, Игорь, ты не сказал, что будешь не один? Вот, это боровики маринованные, мне тетка из деревни прислала, как раз к столу. Спасибо, но мы такие грибы не едим. Правда? Ой, как жаль, они такие вкусные. Мам, я ел, они правда вкусные. А, да, но вы, по-моему, без пяти минут врач, вы должны знать о существовании такого серьезного заболевания, как бодулизм. Я слышала, конечно, только тетя Света, сколько я себя помню, грибы солила, еще ни разу никто не отравился. Не понимаю, что происходит, Игорь. Полчаса, как сели застанут. Давай, давай. Мамочка, остались, пожалуйста. Не обращай внимания, а. Спасибо. Просто мама не любит, когда опаздывает. Пойдем. – Все хорошо, пойдем. – Это наш Игорек пришел. Да? Но он не один, а с какой-то Машей. Ты чего? Маша, Маша, ну ты чего? Ну куда ты? В общагу. Я тебя еще с отцом не познакомлю. Я думаю, это лишнее. Игорь, мы тебя ждем. Счастливо оставаться. Маша, Маша! Замерзнет и вернется. Успокойся. И вообще на обиженных воду мы с ним пойдем. Мама. Пойдем, у отца сегодня день рождения. Давай не будем портить. Ему праздник. Здравствуйте. Ну вот, наш Игорек вернулся. Садитесь к столу. Мамочки, как вы? Сильно ушиблись? Кажись живой. Ой, мамочки, подождите. Я врач. Почти. Что у вас болит? Скажите. Ага, рука. Рука. Ой, ей-то надо скорую. Сейчас, секунду. Ну чего, под колеса бросаешься? Почти врач. Жить надоело? Простите меня, ради бога. Я вас не заметила. Давайте помогу. Да, я сам. Сейчас я… Это что, кровь у вас? Кетчуп. Ну вот, Андрюха без пицца остался. Слава богу. Подождите, у меня салфетка есть, честь. Это смешная. Вам в любом случае нужно в больнице. Нужно сделать рентген и узнать, что у вас с рукой. Само пройдет. Что значит само? Вы что, вы с ума сошли? А если у вас перелом? А еще может быть сотрясение. Вас, кстати, не тошнит? Голова не кружится? Кружится. Тихо. Ох, кружится. Ой, как аккуратно. Кружится, кружится. Ой, кружится. Так, так вот, вы в любой момент можете потерять сознание, так что вы держитесь за меня, ладно? Сейчас вроде легче стало. А вот поцелуй совсем все пройдет. Да шутите. И скажи, куда ты так не схватишь себя в слезах своих горох? С парнем поссорилась? Жениться не хочет? Почему сразу жениться? Не в этом дело. Ну, а в чем же? В маме его. Хотела меня сегодня с родителями своими познакомить. А мама… Ну, в общем, я ей не понравилась. Нет, ну Игорь меня даже взглядом не поддержал. Ясно. Жениться не будет. Ну, ты не расстраивайся, тоже не проблема. Хочешь Янке женись? Вам в больницу надо. Зачем в больницу? Давай лучше в ЗАГС. Хватит шутить уже. А я не шучу. Я серьезно говорю. Может быть, это судьба, а? Горошина. Пойдем? А пойдем. А пойдем. Пожалуйста, я прошу вас, не надо. Я пожитила. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас такое красивое платье. Спасибо. Вы знаете, а мы вот с моей девушкой решили пожениться. Вы нам не поможете? И давно вы это решили? Да, давно. Минут десять назад. Знаете что, молодые люди, вы в курсе, что вначале подают заявление? Да. Простите. Пойдемте. Пошел. Конечно в курсе. У тебя паспорт с собой? Я прошу вас. Ну, очень неловко как-то. Ну… Если я что-то решил, то так и будет. Понимаете, если вы нас сейчас не распишете, я, возможно, эту девушку больше никогда не увижу в жизни. Прекращаем уже этот церк. Хорошо. Ну, пойдемте. Мамочки, может, скорую вызвать? Мне кажется, он сознание потерял. У него… У него просто рука сломана. Можно воды, пожалуйста, ну? Не надо воды. Нас уже расписали. Я вас очень прошу, пожалуйста, давайте мы сейчас с вами вызовем такси и поедем в больницу. Хорошо. Но только после того, как подадим заявление. Хорошо. Мы примем ваше заявление. Но имейте в виду, расписать мы вас сможем не раньше, чем через два месяца. У нас очередь. Спасибо. Подожди. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ничего-ничего. Нормально. Сам. Все, пришли. Ой. Слушайте, ну, как же вы дальше-то один с мотоциклом, а? А, не переживай. У меня у друга здесь гараж недалеко. Так что, как-нибудь доковыляю. Ага. Не переживай. Здрасте, Лена Григорьевна. Здравствуй, Машенька. Здрасте, Лена Григорьевна. Здравствуй. Здравствуйте. Вы все шутите, да? Да. Вот я же вам говорила, что там все серьезно. Серьезно это у нас с тобой. А это так, ерунда. Да. Ну, что, как говорится, и в печали, и в радости, пока смерть не разлучит нас. Ой. Ну, до встречи. А куртку? Оставь себе, потом заберу. Здорово, Андрюха. Здорово. О-о-о. 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 Где тебя так угораздило? По классике жанра. Упал, очнулся, гипс. А пиццу нашу я принес в жертву одной тысячи. Прекрасной девушке. Слушай, ты все еще хочешь купить мой мотоцикл? Да, конечно. А чего так? Ты ж без него как без ног. Да. Теперь без головы. Деньги нужны. А сделаешь для меня одно доброе дело, я тебе еще шлем отдам. Маш, ну как? Только честно говори, видишь, я еще этикетку не срезала. Сказали, если не подойдет, можно будет вернуть. Слушай, Лиля, ты не знаешь, заявление из ЗАГСа можно обратно забрать? Это ты о чем? Я такую глупость сделала. Вы что, жениться надумали? Молодой человек, говорю же нельзя. Посещение только до десяти. Поехали. Пять минут. Пять минут. Маш, ты что такое-то, а? Я тебе обзвонился. Она взяла телефон и выключила? Я его не выключила, я его разбила. Ты что-то хотел? А вы куда еще? Я курьер. Кто тут Егорова Маша? Это я. Я ничего не заказывала. Мое дело доставка. Все уже оплачено. Распишитесь. Лиля, ты что ли пиццу заказывала? Ребят, да вы чего? Какая пицца? Так вы разыгрываете. Поздравляю с помолвкой. Свидетельница я без вариантов. Надеюсь, это платье подойдет. Это ты сейчас о чем? Да ладно, конспиратор. Машка раскололась. Сказала, что вы заявление в ЗАГС отнесли. Какого числа гуляем? Да, я замуж выхожу. Вот как? Ну хорошо, я обдумываю твои предложения. Я не за вас выхожу, Игорь Михайлович. Я сейчас так серьезно сказала. Очень. Лиля, а что с твоей подругой? Всего хорошего. Ну как скажешь. Маш, ты соображаешь, что делаешь? Вы два года встречаетесь, а ты все в одну минуту рушишь. Он же правда не вернется. Ну и хорошо. Не нужен он мне. Офигеть. Ты думаешь, что ты говоришь? Он же сын профессора Богдановой. И что? А то! Хорошая квартира, неплохая работа, обеспеченная жизнь. Или ты хочешь на скорой в райцентре всю жизнь бахать? А чем тебе скорая не нравится? Ой, Машка. Подожди, а за кого ты замуж выходишь? Блин, я уже сама ничего не понимаю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Маша? Выгляни в окно. Спасибо. Елена Григорьевна, простите меня, ради Бога, по какому праву в магазону ходите? Вы тактывали всю траву, шубы и тюрьмы. Он не может без тебя. Поцелуй его. И о том, что родители погибли, тетя рассказала мне только спустя два месяца. Я сначала не очень обижалась, а потом поняла, она просто хотела оградить пятилетнего ребенка. От переживаний, ненужных, как ей казалось. Так что она единственный родной мой человек. Была единственной. А у меня отец умер несколько лет назад. От инфаркта. А мама, мама библиотекарем работает. Это умирающая профессия. Но она у меня классная. Мне кажется, знает всю мировую литературу. На брутоншафт. У нас с тобой свадьба вот-вот, а ты все по сторонам являешься. Свадьба у нас с тобой только через двадцать четыре дня. Нет, слушай, мы всего неделя знакомы. А мне кажется, всю жизнь. Мне тоже так кажется. Ладно, Горошина, учись хорошо. А вечером нас с тобой мама на ужин ждет. Ты что, уже рассказала обо мне своей маме? Конечно. Или мне нужно было ее перед фактом в день свадьбы поставить. До вечера. До вечера. Все, хватит злиться. Давай мириться, а? У мамы у меня, конечно, не сахар, но это же не повод, чтобы портить наши с тобой отношения, а? Ого, какие отношения, Игорь? Нет у нас с тобой никаких отношений. В смысле, Маша? Ну, в смысле, спроси у мамы. Маша! Маша! Привет, ребят! Привет! Обратно же прибежишь! Привет! Что за страсти? Ну, понимаешь, я за мухой елку сел. Просто все нормально было. Ну, это для тебя, Игорек, все нормально было. А нас, девушек, надо постоянно завоевывать. Ель, поговори с ней, вы же подруги, она тебя слушает. А что мне за это будет? Станешь другом нашей семьи, согласись, а это уже не мало. А по конкретней? Ну, для начала, поговорю с мамой, и она устроит тебя в интернатуру на хорошее место. Устроит? Устроит. Но, в принципе, помимо Машки, есть много других девушек. И не хуже. Это да. Ну, а другие меня не интересуют. Так что иди вправь ей мозги, пока на глупости не надела. Ладно? Вы с Игорем идиоты. Очень глубокомысленное и своевременное замечание. Ну а что, нет? Поссориться из-за такой ерунды. Лиля, во-первых, мама бы у меня соседа сжила, Игорь бы даже не заметил. А мама привыкнет. А с Игорем ты как за каменной стеной будешь. Скорее, в клетке золотой. А во-вторых, я влюбилась. И кроме Саши, мне никто не нужен. А если ты ошиблась? А, пожалуй, ты права. Во-первых, я влюбилась. А все остальное даже не во-вторых, а в десятых. Пожалуйста, давай не будем об этом. Подруги? Ну, я устал вас искать. Значит так, мы определились с походом. Машка, из тебя пирожки сгребаем. Лиля, мы отвечаем за воду и хлеб. Понятно? Есть. Вот. А здесь Санечке пять. В костюме зайчика. Машенька, я тогда над этим костюмом всю ночь просидела. Мне никак не давались вот эти вот уши. Смотрите, что ношу. Вот какой фотик. Любовь Васильевна, а вы знаете, как Саша руку сломал? Это же я виновата. Ничего. Мне было бы счастья, да несчастье помогло. Зато он тебя встретил. И наконец-то избавился от своего мотоцикла. А, а бутсы-бутсы какие мне подарил? Янтарь, смола, настоянная ветром, осколок яркий солнечного света. Мам. Саша, ты что, продал мотоцикл? Ну, а что такого? Я давно собирался его продать. Мы чай будем пить. А, пойду чайник поставлю. А вы не скучайте без меня. Вам помочь? Нет, нет, спасибо, Машенька. Я справлюсь. Улыбнешься? Улыбнешься. 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 Ну и что, где она? Скоро будет. Когда будет? Да будет. Прости, пожалуйста, я не знала, что он тоже будет. Может не поедем? Мы ничего плохого не делаем. Пойдем. Всем привет. Привет. О, музычка прибыла. Будет весело. Весело. А что ты играешь? Все, от Битлз до частушек одной рукой, представляешь? Круто. Ребят, давайте заходим. Кло. Среди шума бульваров устан, Где летит в суете все по кругу, Мы случайно узнали друг друга, Город тысячи судеб своих, Нам одну подарил на двоих. Небосинья с лесом в обнимку, На Теркальной склонились рекой. Слышь, это, если что надо, у меня осторожненько рядом. Куры, яйца. Тетя Паша меня зовут. Так. О, приехали. Тетя Паша, яйца. Паркали. Тетя Паша. Тетя Паша. Тетя Паша. Не склонись к любому, я тебя никогда не покину, я всегда буду рядом с тобой. Улыбочка. Хорошо. Плохо стараешься. Так можно без хорошей работы остаться. Ну, а что я могу сделать? Не хлюм. Коль, пойдем туда? Как же тут красиво. У меня для тебя сюрприз. Ты серьезно? Просто у меня тоже для тебя сюрприз. Кто первый? Ну, давай ты. Хотя нет, подожди, лучше я. Санечка, у нас будет ребенок. Это же здорово, Машка! А твой сюрприз? Он, конечно, сравнение с твоим не выдерживает. Что-то… А чтоб ты точно от меня никуда не делась. Да куда же я денусь от тебя? Ничего. Ничего, это на счастье. Да? Прости. Прости. Ну, скажи, может, чек соленку хватит? Крюк, получается. Там еще Олег есть. Саша! Ребятки, подождите. Пойдите, я одену. Хватит платье. Ой, что-то я устала очень. Пойду подержу немножко. Пойдем к испанию, пусть. Давай, улыбайся. Ну, чего ты? Все же нормально. Голова болит? Я люблю тебя. И я люблю тебя. Серега, ну, что ты еле-еле. Давай. Готово, забирай. Ну, что ж, понимаешь? Пахнет обалденно. Ну, а то. Диман. Да. Принимай. Давай. Что ж, только на тебе. Отлично. Все будет замечательно. Не переезжай. Хорошо. Да, мам. Анна Степановна, что случилось? Получится? Я скоро приеду. Ладно. Давай. Открывайся. Ничего себе. Маш. Лиль, мне нужно срочно в город. К утру вернусь. Маша спит. Ты ей передай, пожалуйста, чтоб она мне позвонила, как проснется. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Дядя Паша. Дядя Паша. Дядя Паша, мне домой надо. О 안에 пример капли тер�и и продукты. Устанет. Открывайся. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Послушайте, ну вы соберетесь когда-нибудь вместе, а? Жека, ну давай! Давай, скорее, скорее! Свет же уходит, давай! Девчонки, ну давайте, пошли! Выпросил бы ты это стареон, так и проблема Света решилась бы. Да, ты точно знаешь, Лиль, ну тебе что, особое приглашение надо, давай! Колян, весь мир уже давно на цифру перешел, а ты все с пленкой ввозишься. Объясняю для особо одаренных. Пленка дает такую глубину, такую прорисовку деталей, что никакая цифра и в подметки не годится. Это смотря какая цифра. Так, меня пока мэриоритеты устраивают. В Колькиной комнате скоро можно будет музей фотоаппаратов открывать, и за деньги показывать. Так, ребятки. Так, вот. Улыбаемся. Как же я к тебе соскучился, Машка? Ты что здесь делаешь? Саша где? Маша! 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 Ребят, вы Сашу не видели? Я не в курсе. Я видела, ехал в город. Как в город? Почему он меня не разбудил? Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне... Абонент не наступил. Да я тоже поеду. С ума сошла? Куда? На ночь глядя. Завтра со всеми и поедешь. Тем более гроза надвигается. Здравствуйте. 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 А вы к Кондратьевну? Да. Так Любовь Васильевна в больнице. Вчера забрали. Боялись инфаркт, но обошлось. А Саша? Не знаю, я его не видела. Простите, а в какой она больнице? Во второй городской. Спасибо. Очень хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, Любовь Васильевна. Здравствуй, Машенька. Саша где? А он разве к вам не приходил? Я думала, он у вас. Нет. Я ему вот с утра звоню, как полегчало. А у него телефон не работает. И Андрюше не могу дозвониться. Машенька, ты бы не могла к Андрюше зайти. Может он знает, где Саша. Конечно, конечно. Вы только не волнуйтесь, ладно? Он обязательно придет. Вы как себя чувствуете? Да уже лучше. Зря скорую вызывали, только коеку вот занимаю. Да. Машенька, знаешь что, ты давай вещи свои из общежития забирай и переезжай к нам жить. Договорились, доченька? Машка, здравствуй. Машенька, ты что здесь делаешь? Отец умер. Мне очень жаль. Машенька, я очень потесно скучился. Слушай, давай начнем сначала. Игорь, ты пьяный, да? Пожалуйста, иди домой. Между нами ничего не может быть. Ну почему? Все очень просто. Я Сашу люблю. Но его уже нет полгода. Это ничего не меняет. Я говорила со следователем, он считает, что… Я тоже говорил со следователем, и нет. Надежды нет. Не надо так говорить. Маша, послушай, это же мой ребенок. Нет. Не твой. Мне все равно, Маша. Мне все равно, я люблю тебя. Послушай, Маша, у тебя и у ребенка будет все. Я буду хорошим отцом, хорошим буду я. Маша! Игорь, Ир, я не смогу допустить тебя. Игорь, ты иди домой. Правда, я очень устала. Мне полежать нужно. Да, конечно. Мы купим ту колясочку, которая тебе понравилась. А как только родится наша девочка, я ее сразу выкуплю. Хорошо? Угу. Ты чем-то расстроена? Нет, нет. Все нормально. Ну я же вижу. Что случилось? Что-то не так с малышкой? Нет, нет. С Танечкой все хорошо. Да, я хочу назвать ее в честь своей мамы. Танечка. Ну и правильно. Так в чем дело? Просто, понимаете, оказывается, очень многие девочки будут рожать со своими мужьями и обидно стало. Ничего, девочка. Появится Саша. Обязательно появится. И все у нас будет хорошо. Да, Любовь Васильевна, я очень надеюсь на это. Я так… Саша? Саша! А Машенька! А Маша! Ай-яй-яй! Все в порядке? Ай-яй-яй! Мне очень больно. Маша! Машенька! Самой красивой мамочки на свете. Ну что, как самочувствие? Уже вставала? Ой. А вы что здесь делаете? Ну, вообще-то, ты у меня в больнице рожала. Я должна тебе заявить, что ты безответственная мать. Мама! Хотя, тебе повезло. Кесарева тебя делала лучшей специалистой. Гипоксии удалось избежать, хотя девочка родилась на четыре недели раньше срока. Спасибо вам большое. С ней точно все будет хорошо. Очень надеюсь, что именно так и будет. Чуть позже мы добавим ребенку в физиотерапевта, массаж и все будет хорошо. Да, Маша, тебе повезло дважды. Скорая привезла тебя во время дежурства моего сына. Да. Естественно, он присутствовал при родах. И первый взял на руки Лизоньку. Какую Лизоньку? Вашу дочь. Почему Лизоньку? Вообще-то я… Потому что это прекрасное имя. Лизавета. Мам, принеси вазу. Нянечка принесет. Ладно, вставай, не ленись. Может, ты мне объяснишь, что здесь происходит? Я сказал маме, что это наша дочь. Ты что, с ума сошел? Немедленно догони ее и скажи, что это не твоя дочь. Моя. Моя, Маша, моя. Маша, Елизавета Игоревна Богданова. Сыном вы не были расписаны. Зачем она будет вешать себя на шею чужую женщину с ребенком? Это ее внучка. Ты не должна сейчас нервничать. Думай о ребенке. Машка, я люблю тебя. Люблю. Я сделаю все, чтоб вы были счастливы. Только верь мне, все будет хорошо. Скажи «да» и все будет хорошо. Отдыхай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Алло. Любовь Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Это Маша. Да, Маша, как ты себя чувствуешь? Я девочку родила. Поздравляю. Любовь Васильевна, как вы? У меня все хорошо. Ты знаешь, я не могу сейчас разговаривать и потом, ты не звони мне больше. Никогда не звони. Прощай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК МАШОННЫЙ ЗВОНОК Ну как-то долго? Сейчас, Юрок, колес накачаем и будешь кататься. Пап, тут мальчишки все время пристают. Где ты так долго был? А я не знаю, что ответить. Не знаю, малыш. Не помню. Мам говорит, что ты строитель. Значит, где-то далеко дом строил. Значит, дом строил. Здрасте, соседи. Здрасте, Валентина Петровна. Да, как дела? Как документы-то свои уже восстановил? Да я столько запросов отправил. Мне ответ не приедет. А-а-а. Ну, а рука чего никак не отпускает? Ну, это Тойси говорит на погоду. Ну, конечно. Надо ее разрабатывать. Что, Валь? О, здравствуй. Привет. Пойдем, Юрочка, я тебе трещотку сделаю. Ты так по делу? Да я это. Ты же Юрочку молочка принесла. Мой-то сподобился козу попить. Юрка! Юр, молоко пить будешь? Нет. Так на, пойди, папки отнеси. А он не любит. Не любит. Только аккуратно давай. О, ну, бывают же чудеса на свете, а? Валя, ну, чего чудеса-то? Я знала, что он вернется. Ты же вы мне что-то не верила. Ну, а как мы могли верить, если мы его в глаза никогда не видели? Ой, Валя. Долго уже. А Юрка-то, Юрка, как пока от него уйдется, а? Сейчас, Вера. Почти закончили. Ну, прям не отходит ни на шаг. И свадьба, что ли, будет? Валя, ну, может, и будет. Ну, что же, хуже других, что ли? Да нет, ты лучше других. Как же хуже? Спасибо, Валентина Петровна. На здоровье. На здоровье. Очень вкусное молоко. Здрасте, дядь Паш. Здоровье, Юрок. Угу ты вымахал. У меня сегодня день открытых дверей. Привет, Антонина. Привет. Здрасте. Здрасте. А моего не видел? Не видел. Опять? Сейчас, его бусурманка. Давай, давай. Чего это ты пришел, а тебя сто лет не видел? Дядя Антонина, королей мне продай. Пару штук. А что такое? Я помню, твоя Наташка говорила, что не будет покупать моих королей. А что, я их травой переворотной, королю передумала? Да то не для нас. Родня приезжает. А, родня. Ну, хорошо. Сейчас, подожди. Здрасте. Это ты, Тонькин муж? Да. Долго ж тебя по миру мотало. Слышь, а я вроде видел тебя где-то. Может быть. Тонь! А я ведь точно уже встречал где-то твоего мужика. Где ж ты его встречала? Во сне после бутылки. На, держи, королей получил деньги, давай. А, ну. Я в баню собралась, давай. Да. Все, давай, иди, Наташке привет. Давай. Ну, что вы тут? Немного осталось. Вспомнил? Вспомнил? Прошлой весной компания эту неподалеку отдыхала. А я их сегодня на катере перевозил. Его вот тоже. У тебя с рука еще в гипсе была. Вот с полицией его искали. Фотографию показывали. Ты все перепутал. Морда твоя пьяная. А ну, иди отсюда. Да ничего я не перепутал. Следователь несколько раз приезжал. Он мне еще визитку свою оставлял. А визитка? Визитка осталась следователем? Саш. Целый год прошел. Потерял. Ну, а фамилии откуда он? Помните? Саш, ты что, может помните? Быстро отсюда! Ты кресло не получил? Он мне отсюда отказал, а? Тень! Сань, Сань, Санечка родненький мой, ну прости меня, пожалуйста. Ну, сына, баба, дурную. Ну, прости меня, пожалуйста. Больше года. Больше года ты мне врала. Ну, прости меня, ну, баба, дурную, прости, пожалуйста. Где ты меня нашла? На берегу нашла, к бабе Глаша за молоком ездила. Ты там лежала весь мокрый с разбитой головой. Что со мной случилось? Да ну, не знаю. Я нас страшна. Мам, можно на велике покататься? Да только недалеко. Саша, вот я и подумала, она будет у Юрки, а отец у меня муж будет. Тем более, что в паспорте штампа не было, и дети не вписаны. Паспорт там. Паспорт. Где паспорт? Где паспорт? Паспорт. Я так понимаю, мои запросы на восстановление документов никуда не отправлялись? Это была моя жизнь. Не знаю, что за жизнь и не знаю, почему я оказался на берегу с разбитой головой. Но я хочу все вспомнить. Санечка, подожди. А как же я? А Юрка? Саня? Привет. Здрасте. Саша. Саша. Саша! Саша. Живой. Я знала. Я чувствовала. Саша. Сыночек, ты альбом нашел? Ну что, вспомнил что-нибудь? А меня? Меня ты помнишь? О! Вот. Это мы с тобой на утреннике. Видишь? Вот ты. А это твой отец. Он умер несколько лет назад. Он был начальником цеха. Там произошла серьезная авария. Пострадало много людей. Он очень переживал. Вот сердце и не выдержало. Да. Где-то еще должны быть твои фотографии из техникума. Ты же по профессии автомеханик. Хотел в институт поступить, но не успел. Пошел зарабатывать. Так, где же они? Наверное, здесь. Ну-ка. А? Что-то я не могу найти. Пойду, сынок, посмотрю в другом альбоме. Мам, я пошел кататься. Только аккуратно, сынок. Я тебя прошу. Мам, я не хочу домой. Привет. Привет. Ну, как вы? Нормально. Не капризничала? А как ела? Нормально. Машка, ну вообще хотелось бы более развернутых ответов на мои вопросы. Прости. Давно гуляете? Давно. Очень давно. Так, ну в чем дело-то? Послушай, мама тебя не съест. Просто она лучше разбирается в грудных детях. Ну, хотя бы в силу своей профессии. Да, я понимаю. Все будет хорошо. Пойдем домой. Пойдем. Пойдем домой. А, ч.. чучу- чə. Чу-чу- чу- câu- чу- чу- cár. Мой star не забыл,clesial. Просто она нагреться? Argh! В глубibility дела. А, Дрюш, здравствуй. Сашка нашелся. Да, здоров, но, понимаешь, он не помнит ничего, даже меня. Да, конечно, приходи, может, он на тебя отреагирует. Только, Андрюш, я тебя умоляю, ничего ему не рассказывай о Маше, хорошо? Ни к чему ему это сейчас. Ну, ты даешь! Мне как Любовь Васильевна позвонила, я чуть коньки не отбросил. Что с тобой произошло, Сань? Сам бы хотел знать. Ну, а Моцик, Моцик-то свой узнаешь? Ну, ничего, покатаешься, может, вспомнишь чего, держи ключи. Они мне все равно сейчас без надобности будут. А чего так? Уезжаю на север. Там работенку одну предлагают, выгодную, вахтовым методом. Сань, а поехали со мной? А что за работа? По нашему с тобой профилю, механиком. И платят хорошо. А поехали. Ну, молодей. Спасибо всем большое. Спасибо, идите. Можете работать. Спасибо. Спасибо, мам. Ты заслужил. Прекрасный специалист и коллектив тебя уважает. Отец с тобой бы гордился. Слушай, а ты не передумаешь, а? А то соскучишься по любимой работе, а? И выгонишь меня из кабинета. Да ладно. Буду сидеть с моей любимой внучкой. Ну, раз ты хочешь посидеть с любимой внучкой, то Маша может выйти на работу, да? На работу? Кем она собирается работать? Насколько я знаю, диплом она так и не получила. В клинике свободное место лаборантки. Я бы попробовала. Ну, почему бы и нет. Не всем же быть сарами. Да, Лизонька? Да, моя хорошая. А мы, наверное, пойдем в буфет, да? Пойдем в буфет. Сейчас купим чего-то вкусненького. Пойдем. Ну, пошли, пошли, пошли. Да. Сегодня Колька звонил. Приглашала на новоселье. Говорит, что все наши соберутся. Пойдем. Конечно. Я ребят сто лет не видела. Ну что, зайдем? Поздравляю. Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Я к Саше приехала. Так, его здесь нет. Когда он будет? Он сейчас здесь не живет. Ай, серя, мы с тобой, Юрка, приехали. А он женат, да? Нет, он не женат. Он уехал на север на заработки. Давно? Уже год. Простите, а вы, собственно… Я Тося, Антонина. А это мой сын. Я Юрка. Мы с Сашей очень любим и по нему скучаем. Правда? Это хорошо, что любите. Что же мы стоим? Вы проходите. Ой, я вам там кролей привезла и бы в морозильник положить. Правда? Богдановна, слышали? Ты защитился. Поздравляю. Спасибо. Но это еще не все. Перед вами главврач областного клинического центра, между прочим. О! Так за это немедленно нужно выпить. Давайте. Давайте. Вот это да. В 27 лет ты уже главврач. Конечно, давайте. Друзья, судя по всему, перед нами абсолютно счастливый человек. Да, Игорюк? Так и есть, Дим. Я абсолютно счастливый человек. У меня любимая работа, любимая жена, красавица. И любимая дочка. Умница. Ну, поздравляем. С новосельем вас. С новосельем. Поздравляем. Маш, можно тебя на ребенку? Угощайте себя. Отлично выглядишь подробно. Спасибо. Слушай, как же здорово, что у нас всех собрали. Да еще по такому выдающемуся поводу. Да. Квартира – это здорово. Я, правда, еще до конца этого не понимаю. Теперь у Кольки будет собственная фотолаборатория. Я не буду везде натыкаться на куски пленки и реактивы. То есть он серьезно решил уйти из медицины? Серьезней не бывает. Неделю назад забрал трудовой из больницы. Любовь к реальному человеку оказалась слабее любви к его отражению. Ну, а о тебе даже спрашивать не буду. Все и так видно. Красивая, любимая, богатая. Ты чего? Мопчик. Хотя, могу предположить, профессор Богданова расслабиться надоеду. Не на секунду. Так, ну, давайте выпьем уже. За нас, за всех, за то, чтобы. Наконец собрались, ребята. Ну, так. Что? Ура! 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 Вот так уже год я и живу. Саша деньги присылает, а сам не приезжает. Скучаю по нему, страшно. Он вспомнил что-то? Нет. Думаю, он поэтому и подался, бог ведь куда. Чтобы не мучить себя необходимостью вспоминать. Там все другое, новое, с прошлым никак не связанное. Хотя, в тот или иной момент боль настигнет тебя в любом месте мира. Это сказала Марина Клинкенсперг. Осенние руны. Ну, почему же? Юрочка, бери, Юр, ешь. Спасибо. Сядь. Благодарю. Любовь Васильевна, я очень виновата перед вашим сыном. Но у меня есть оправдание. Люблю я его. Поэтому вы дайте мне адрес с этого севера, и мы туда к нему поедем. Ну, да вы что, незачем вам туда ехать. Хотя я, я не знаю, а что, может и правда вам удастся уговорить Сашу вернуться. Только давайте так, пусть Юрочка со мной останется. Нечего его с собой по поездам таскать. Юра, ты останешься с бабушкой Любой? Ага. Ну, говорит, останется. Можно подумать. Спасибо. А теперь внимание, я вам приготовил сюрприз. Ребята, вот ходите, давайте, не стесняйтесь. Фотографии с нашего последнего похода. Я тут нечаянно наткнулся на негатив. Вот и напечатал. Здесь, правда, конечно, еще не все, но я обязательно сделаю. Смотрите. Ну, правильно, обещанного два года ждут. Коля, ты как из каменного века, ей Бог, с вами закрепителями, проявителями. Ну, Горек, ты ничего не понимаешь, это совсем другое. Коль, уволь нас от лекции о преимуществах пленки, хотя бы на сегодня. Ну, ладно. Я напечатаю остальные, отсканирую, выложу в нете. Чтобы как в двадцать первом веке было. Маш, ты про Сашу так ничего и не слышала? Нет. Синяя стужа, серая мгла, скована белыми льдами душа. Не надо тревожить этот покой, боль, может быть, пройдет стороной. Здрасте! А Саша Кондратьев здесь живет? А они скоро будут. Проходи на кухню, это прямо и налево. Там на плите суп парится. Пригляди завтра. Ладно. Что ж ты? Коль, ну ты скоро? Погоди, Лилёныш, уже почти закончил. Погоди, Лилёныш, уже почти закончил. Лиля! Что? Иди сюда, быстро. Коль, ну что там? Это Сашка. Видишь гипс? А это кто? Кто? Ну, плохо видно. Да отлично, все видно. Я потом увеличу этот фрагмент и распечатаю. Это Игорь. Видишь белый свитер? Только он тогда в белом был. А на общей фотографии его нет. Этого не может быть. Игорь не мог. Что будем делать? Что делать? Звонить в полицию? Я не думаю, что они серьезно воспримут эту информацию. Да. Ситуация какая-то слишком надуманная, киношная. Что ты предлагаешь? А я пойду к Игорю. Надо все выяснить. Как убежать от себя и куда? Сжигая мосты за собой навсегда. Зная, что там, позади, за спиной, только зола, только пепел сезон. Сейчас. Ты есть будешь? У меня сегодня друг погиб. Горь какой. Сейчас. Пей, Санечка. Пухом ему земля. Домой тебе, Сань, возвращаться надо. Ты друга своего хорони и возвращайся домой. У тебя там мать одна. Работа, она же ведь везде найдется. Сань. Юрка соскучился по тебе. И я. Тоже. Не знаю. Да. О, Коль, привет. Ты чего пришел? Хочешь фото мне подарить на память? Если только на недобрую. Смотри. У лодки двое. Один из них Сашка. А второй с веслом. Не видно? Да все прекрасно видно. Ты ударил ее веслом, он упал в воду и утонул. Плыть он, конечно, не мог. Рука-то в гипсе. Коль, послушай. Это мой папа здоровый. И он сам перевалился через борт. Это был несчастный случай. Да какой нафиг несчастный случай? Ты ж человека убил. Они с Машкой любили друг друга. Ой, много ты понимаешь в любви. Коль, послушай. Коль, Сашку не вернуть. Мы с Машкой счастливы. У нас ребенок простит. Коль. Сейчас. Сейчас, Коль. Сейчас. Нормально. Сейчас, Коль. Вадим, надо мне твоих денег. Коль, Коль, подожди. Ты должен сказать Маше правду. И пускай она сама решает, что есть с этой правдой делать. Понял? Коль, я расскажу. Я просто хочу, чтобы ты знал, что это была трагическая случайность. Коль, привет. Рада тебя видеть. Как дела? Дота, зашел наш друг. На сердце жалуется. Посоветовать со мной. Уже посоветовался. Жду результата. Пока, Маша. Пока. Что это с ним? Да период замысла. Ты во сколько сегодня заканчиваешь? Мы Лизу на мультфильм отвезти обещали. А? Я говорю, во сколько заканчиваешь? Мы Лизу обещали в кино отвезти. А. Да. Маша, закрутитесь сегодня. У меня симпозиум до позднего вечера. А вы сходите вдвоем, а? Да, конечно. Хорошо. Маша. А я тебя очень люблю. Знаю ты. Папа, а угадай, где мы сегодня были? Ну и где же? Мы с мамой записали Юрку в школу. Слушай, Тань, только там уклон какой-то. Ничего, Тонь, парень у тебя же смышленый справится. Так, смышленый, давай, снимай куртку. Поднимайте руки. Сашенька, как я рада, что вы вернулись. Я вчера по телевизору передачу видела про гипноз. Под гипнозом, говорят, все-все можно вспомнить. Да подождите, а гипноз это когда у тебя что, в голове же роется? Ну, может, ну и вот гипноз сам вспомнит. То есть, включи свет. Ага. Включили. Можешь выключать. Выключила. Сашенька, ты бы был по ласкве с ней. Любовью оскорбить нельзя. Любовь чиста, как капелька росы. А Тося очень любит тебя. Знаю. Вот. И лучшей жены тебе не найти. Баба Люба, мама спрашивает. А у тебя есть лишний передник? А то свою она в машинку бросила. Тосенька. Да. Посмотри в кладовке, там три штуки висит. А, хорошо. Папа, пошли мотоцикл чистить. Пойдем. Ура! 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 Так. Боюсь, он Машке ничего не расскажет. Слушай, не нравится мне эта история. А ты сейчас шум поднимешь, потом окажется, что ошибся. А людям жизнь испортишь. Я на вызов закрой за мной. Горь! Да, да, хорошо. Закрою. Маш, привет. Это Нечаев. Можешь говорить? Я тебе перезвоню. Что ты здесь делаешь? А кто это? Это же, Катя, надо же. А я все пыталась вспомнить, куда я ее положила. Ну, Саша, это кто? Нет, ну надо же. Это что же получается, что я этим фартуком целый год не пользовалась? Я в фартуке и нашла фотографию. Любовь Васильевна, что это за девушка возле Саши? Это Маша. Они собирались пожениться. Когда Саша пропал, выяснилось, что Маша нас обманывала. Она говорила, что беременна от Саши. Спасибо ее нынешнему мужу рассказал правду. Оказывается, ребенок от Игоря от нынешнего мужа Маши. Понятно. Я только никак не могу понять, почему она всем врала. Спасибо. За что? Ну, за то, что вы Саше фотографию не показали. Спасибо. Спасибо вам. Я решила уехать. Куда? Домой к маме. Поживу у нее немного, приду в себя. Держись. Спасибо. Я сейчас вернусь. Маша. Мне надо с тобой поговорить. Кольку убили. Лиль. Ты чего? Он полностью был здоров. Сердце у него не болело. Он при мне приходил к Игорю, жаловался. Я уверена. В фотостудии было все перерыто. А следователь меня даже слушать не захотел. Лиля, я слышал, ты к маме едешь, да? Я думаю, это правильно. Здесь Коля умер. Нехорошая эта квартира. Ну, ты пугаешь меня. Это же не серьезно, правда? Извини. Это я… Так. Спасибо вам за помощь. А почему он не захотелся? Нужны батарейки или аккумулятор. А где взять этот аккумулятор? Сейчас купим. Не переживай. Ого, какой крутой мотоцикл! Идите, поиграйте. Я Юрке погамотца такой куплю. Саня, это дорого. Идите, идите. Пойдем. Пойдем. Саша! Мы знакомы? Господи, Сашка! Да ты где, где пропадал все это время? Что случилось? Где ты был? Я так ждала тебя. Простите, я вас не узнаю. Это что, шутка такая? Это же я, Маша. Мам, мне скучно без папы. Я после травмы никого и ничего не помню. Стараюсь, но пока не получается. Танечка, Юрка без тебя не хочет играть. Папа, пошли быстрее. Ты мне обещал воздушный хоккей. Пойдем. Извините. Субтитры создавал DimaTorzok Маша, ты на часы смотрела? Мы тебе уже обзвонились или Лизу уложили? Ты где была? Я в торговом центре была, Лизя. Медведя покупала, обещанного. Ну что, так долго? Там просто пробка на выезде, и потом еще колесо спустила. До торгового центра десять минут пешком. Но нам обязательно нужно ездить на машине. Послушай, где… Что, где? Медведь, где? Я его в машине забыла. Раздевайся, я сам схожу. Маша, а что происходит? Ты где была? Я же тебе сказала, я была… Зачем ты мне врешь? Запаска на месте. Я встретила в торговом центре Сашу. Кого? Он… Он что, жив? Чего ты молчишь? Он жив? Где он? Я не знаю, он меня не узнал. Что значит, что он тебя не узнал? Сказал, что после травмы ничего не помнит. Он даже сказал тебе, что с ним произошло? А, то есть ты расстроена, что он тебя не узнал, так что ли? Да, может, это и к лучшему. Ну… Рядом с ним была женщина с ребенком. И он назвал Сашу папой. И он назвал Сашу папой. Санечка, что с тобой? Ничего. Ну, как же, ничего. Я же вижу, что что-то происходит. Ну, что… Ну, что-то опять не так. Да все не так. Все не так. Неужели ты не понимаешь? Саша. Не понимаю. Не получается у нас ничего. То есть… Не получается. Все, я побежал. Все, я побежал. Вот так. Жду в машине. Хорошо. Оставь Лизу в покое. Дети в ее возрасте должны учиться есть сами. Ну, если бы я не работала, а сидела дома, Лиза давно бы уже все умела. Ну, и сидела бы. Толку от твоей работы. Только ходишь неизвестно где и с кем. Простите, а это вы о чем? О твоих вчерашних похождениях. Мы с Игорем во всем разобрались. Неужели? Во всем? Александра Никитична, миленькая, я не пойму, что вы хотите от меня? Я хочу счастья своему сыну. Он в тебе души не чает. Ты хоть понимаешь, ты катаешься, как сыр в масле. Машенька, Машенька. Может быть, Машеньке новую машину. А Машенька хочет работать. Вот ей новая должность. А Машенька почему-то все время недовольна. Все время ходит с кислой физиономией. Ладно, если бы не Лиза, я бы тебя ни минуты не терпела в своем доме. Вы меня терпите из-за Лизы, я вас терплю из-за Игоря. И кому все это надо? Зачем нужны все эти мучения? Знаете что? Я прямо сейчас соберу наши вещи, и мы с Лизой уйдем. Тебя здесь никто не держит, а вот ребенок останется в доме. Лиза никуда не пойдет. Ну, это мы посмотрим. Что? Лиза останется с отцом. Господи, да успокойтесь вы уже, она все равно не ваша внучка. Что? Я говорю, что отец Лизы, не Игорь. И ты все это время набрала? Да когда Игорь узнает, ты потеряешь все. Слушайте, во-первых, ни от вас ничего не нужно. А во-вторых, ваш сын все знал с самого начала. Это вообще была его идея. Как мы теперь видим, не очень удачная. Машуль, ну что происходит-то? Мы опаздываем. Игорь, ты знаешь, что она мне только что сказала? Что? Что Лиза не твой ребенок. И что ты об этом знаешь. Знаю, и что? Трияня. Мама. Какая же неблагодарная Трияня. Маша, я не могу больше, я не хочу себе снять. Маша, Маша. Катись отсюда. Никто тебя здесь не держит. Мама, перестань. Что ты делаешь? Перестань, я тебя сказала. Если Маша уйдет, я уйду вместе с ней, знай это. Ты останешься одна. Маша, вот. Живите как хотите. Все, перестань. Ты чего, Маша? Ну перестань, ну перестань, ну перестань. Ладная моя, ну перестань, ну ты что? Перестань, успокойся, успокойся, все будет хорошо. Все будет хорошо, Машка, ну ты чего? Перестань, ну. Слушай, а хочешь уедем, а? Машка, мне в университетской клинике Дюссельдорфа предлагают отделение сердечно-сосудистой хирургии. Поедем? Хочу, да, поедем. Поедем, поедем. Ой, или хочешь прям сегодня купим билет на самолет и улетим в Таиланд, а? Очень хочу. Или на Сейшелы, а? Очень куда угодно. Машка. Не мое это дело, конечно. Но все-таки что у вас произошло, Пусечка? Любовь Васильевна, не любит он меня. Ну, жизнь длинная, стерпится, слюбится. Нет, он эту Машу, как увидел, так он свое место не найдет. Как будто бы чувствует что-то. Да ладно, она замужем давно, и дочке. Не соперница она тебе. Я не знаю. Не знаю, что мне делать. Ждать. Может, все как-то и образуется. А знаешь, как сказал Паула Каэль, И если ты желаешь чего-то очень сильного, то вся вселенная помогает тебе достигнуть этого. Так он и сказал, ты Павла. Так и сказал. Ну, все. Ну, все-все-все-все-все. Ну. Перестань. Перестань. Значит так. Саня мой мужик. И упаси тебя Бог подойти к нему хоть на пушечный выстрел. Поняла? Это что, угроза? Да. Вот смотри, Саню я нашла на берегу. Полу мертвого, полу живого. Я выхаживала его несколько месяцев, пока он в себя не пришел. Я была с ними в горе, была и в радости тоже была. Я вас поздравляю. А от меня-то вы что хотите, раз у вас так все хорошо? Саня ничего не помнит, но врачи говорят, что он скоро вспомнит. И вот я бы очень не хотела, чтобы ты в этот момент была где-то неподалеку. Вы настолько не уверены в себе? Вот, видела? 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 Это мне Саня подарил, когда узнал, что у нас будет ребенок. Правда? Правда. Как интересно. Девочка у нас будет, так что держись от него подальше. Послушайте, я на Сашу не претендую, ясно? У меня прекрасный муж. Дочь его считает своим отцом, так что никто вашу семейную идиллию не разрушит. К тому же мы скоро уезжаем жить в Германию, так что всего вам хорошего. А ну, стоять. А кто отец твоей дочки? Саша, что ли? Я же сказала, всего хорошего. Саня. КОНЕЦ 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 Я потом увеличу эти фрагменты, распечатываю. Алло. Привет, Маша. Привет, Лиль. Не разбудила тебя, я попрощаться звоню. Мы уезжаем сегодня. Далеко? Сначала в отпуск, а потом в Германию, в Дюссельдорф. Игорю там работу предложили. Счастливого пути. Лиль, скажи, ты уже слышала про Сашу Кондратьева? Он жив. Сашка? Жив? Откуда ты знаешь? Я его встретила в торговом центре несколько дней назад. Почему ты молчала? А что это меняет? Да это все меняет. Нам нужно срочно с тобой встретиться. Лилечка милая, у меня самолет все равно через три часа. Обнимаю тебя. Сань. Привет. Привет. А что ты делаешь? Вещи собираю. Что, мы в деревню уезжаем? Я возвращаюсь на комбинат. Я решил, так будет лучше. Кому так будет лучше? Тебе так будет лучше? Мне и Юрке, что ли? Всем будет лучше. Подожди, а мать? Ты до кого мать больным сердцем оставляешь? Сань, ну, что мне еще сделать? Ну, хочешь, я тебе рожу? Ну, девочку рожу, да Саня? Да, пожалуйста. То есть, ну, отпусти ты меня. Угу. Сань, ты подумай, куда ты едешь? От тебя ж не убежишь. Прости. Сань. Саша! Тоня! Тоня, что случилось? Тоня! Уехал ваш Саша. Как уехал? Куда? Да, в комбинат уехал. Уже раз уезжал. Скоро вернется. Нет, нет, это уже дофигно. Конечно же получается, что кольцо чужое я на палец надела, а счастье не надела. У Маши этой дочь от Сашеньки. Что? Я говорю, что Саша отец Машиной дочки. Как это? Этого, этого, этого не может быть. Мне же Игорь, Машин муж, он, он мне сказал, что девочка родилась в срок. И поэтому он, Игорь, отец… Обманул он вас, значит? А как же, как же так? Я же ей… Господи, а что же мне делать? Я с Иркой домой поеду. Да. Саша! Сашка! А ты куда? Я же к тебе, Саша. Извините, я спешу. Саша! Я Лилька. Ты что, не узнал меня? Я не могу вас узнать. Я после травмы ничего не помню. Простите. После… До вокзала поедем? После этой травмы. Слушай, ты как грести будешь одной рукой? Да я помогу. Помоги. Слушай, я чего хотел сказать тебе. Отстал бы ты от Машки. Как отстать-то? У нас свадьбу скоро. Ну, какая нафиг свадьба, а? Вы с ней вместе всего, а мы уже два года вместе. Повздорили. Она же мне на зло тебя подцепила. Любит она меня, понимаешь? Любит? Нет, не понимаю. Она меня любит и нет. Откуда ты такой опер-то взялся-то? Выкинуть тебе шляцию, да? Не получится. Ты что, не понял? Ты лишний. Это ты не понял. Это ты лишний. Я все вспомнил. Что? Я все вспомнил, Лилька. Он ударил меня веслом и я пошел на дно. Чувствую, воздуха перестало хватать. Я тогда изо всех сил стал бить ногами. Вынырнула, лодка уже была далеко. Помню, вода ледяная, в голове шум. Было дико трудно грести одной рукой. Началась гроза, стало темно, а потом… Только яркие светы в глаза и женщина надо мной склонилась. Это была Тося. Вот, Игорь, сволочь. Он бы вас с Машкой с жизнью уднял. Маша… Мне срочно нужно увидеть Машу. Водички перенесешь. Водички перенесешь? Не. Может еще что-то? Нет. Львы, 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 львы… Алло, Любовь Васильевна. Здравствуйте. Машенька, ты где ж она? сейчас. Нам нужно с тобой срочно поговорить. Я в аэропорту, мы в отпуск уезжаем. Что случилось? Я очень виновата перед тобой, девочка. Очень. Виновата? Я не поверила тебе. Я думала, ты меня обманула, и что ребенок у тебя не Саша. Почему, Любовь Васильевна? Лизочка же восьмимесячной родилась. Меня Игорь убедил. Сказал, что ребенок появился в срок. Что? Что происходит? Я сейчас все объясню, Вашка. Колька сделал фотографии, за которых Игорь ударил Сашку. Жалко, что я тебя тогда не добил. У меня все доказательства с собой. сейчас уже едет полиция. Я тебе все объясню. Слышишь? Мы во всем разберемся. Ты, главное, не переживай. Саша. 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 Все хорошо. Познакомься, малыш. Эй, привет. Эй, привет. Как же она на тебя похожа. Такая же красива. А мне все время казалось, что она копия ты. А мне... Да. Мам. Я все вспомнил. Сашенька. Машенька. Доченька. Мое солнышко. Господи. Дети. Наконец-то мы все вместе. Пойдемте домой. Пойдемте. Пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Мои дорогие. Заходите. Пойдем. Пойдем. Время покажет. Пойдем. 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 Пойдем.